Вот уже 17 лет подряд, каждое 3 ноября мы начинаем судорожно вспоминать, что же это за праздник такой День Народного Единства у нас наступает завтра. Ну, в большинстве своем мы так и не поняли, зачем путинская пропаганда внедрила этот Красный День календаря в наш рабочий график. В принципе, можно, конечно, попытаться поискать эти причины. И первое, что приходит на ум, это то, что нужно было спешно заменить коммунистический привычный праздник в начале ноября. Я имею в виду то самое 7 ноября, День Великой Октябрьской революции. Ну, сейчас, видимо, особенно стало актуально и необходимо обосновать причину того, почему мы должны пожертвовать собой ради власти. Кто-то пожертвует свою жизнь, кто-то поступится своими удобствами, имуществом и доходами. Но, в общем, власти срочно нужно было на примере купца Минина и князя Пожарского показать, как простой народ беззаветно, спокойно и радостно отдает свои жизни и имущества во имя действующей власти. Между всем прочим, теперь уже читается в этом празднике и то, что создание и применение ЧВК – это вообще какая-то древняя православная традиция, которая берет свое начало аж в 1612 году, и вроде как в этом нет ничего уродливого. Впрочем, есть в этой истории неловкие моменты, хотя бы тот факт, что именно 4 ноября 1612 года уже по новому стилю, собственно, ничего существенного и не происходило в истории, по крайней мере, согласно летописям, но это так мелочи. Ну и сам факт того, что какие-то совсем незначительные и ныне презираемые поляки аж захватили Москву и сидели в Кремле, этот факт тоже как-то не очень ложится в общепринятую нынче конву истории Великой России, но, впрочем, что уж тут поляки. Москву регулярно кто-нибудь захватывал, начиная с Орды и заканчивая Бонапартом, так что особенно тут уж дивиться нечему, да и сам факт того, что единство купца Минина и князя Пожарского в конечном итоге привело к смене действующей власти и приходу на трон нового царя и воцарение династии Романовых, тоже, конечно, намекает на нечто несвойственное тому, что ждет власть от нынешнего момента. Ну, это, как говорится, поживем-увидим. История не повторяется, как правило, буквально, но в виде фарса, пожалуйста, может случиться все, что угодно. В общем, я ничего не понял и вас не поздравляю. Традиционно на минувшей неделе БСТ помалкивало о важных вещах, а мы будем вам о них рассказывать. Например, о том, что Уфа заняла пятое место среди городов Российской Федерации по стоимости базовой продовольственной корзины. До конца непонятно, что такое базовая продовольственная корзина, но это некий набор продуктов, купив которые в конкретном населенном пункте, вы теоретически не умрете с голоду в течение месяца. Собственно, первое место в этом рейтинге занимает Санкт-Петербург. Там самая дорогая базовая корзина и она стоит 4082 рубля. На втором месте, как ни странно, город Химки 4067 рублей. На третьем месте столица нашей родины город Москва 4010 рублей. И вот на пятом месте оказалась Уфа 3976 рублей. Кроме всего, надо отметить, что в Уфе топовая стоимость квадратного метра жилья, как известно, она тоже находится в верхней строчке подобных антирейтингов. Безусловно, вот и стоимость продуктов, и стоимость жилья, это, конечно же, надо относить в категорию тех самых малочисленных успехов команды Хэ. Справедливости ради надо отметить, что Республика Брикартостан вошла в десятку регионов, в которых зафиксировано снижение стоимости моторного топлива. А еще БСТ не расскажет нам о том, что на минувшей неделе Росстат, официальная статистическая служба Российской Федерации, опубликовал статистику урожайности зерновых за 2022 год. В общем, как говорится, черту подвели. Статистика эта любопытна тем, что в строчке Республика Башкортостан числится цифра 2 миллиона 980 тысяч тонн. Ну, мы же помним, как истошно кричал Радий Фаритович и подпрыгивал в креслице, оглашая урожай в 5 миллионов тонн. Тут, конечно, надо разбираться. Либо Хабиров с Фазарахмановым, либо уважаемый Росстат люто вдвое наврали. Посмотрите, вот таблица Росстата, и там стоит цифра 2 миллиона 980 тысяч тонн. Возможно, тут есть какие-то нюансы. Возможно, Росстат просто не берет в расчет и не включает в конечные цифры те тысячи тонн зерна, которые остались лежать и гнить под дождем и снегом в Республике Башкортостан в гуртах на краях полей. Видео и фотоматериалов на сей счет предостаточно. Но в таком случае героическая реляция нашего горя-башлыка становится очень похожей на ту самую знаменитую армянскую лиственницу Кашкадана. Или, возможно, как говорят сейчас в народе, это что-то другое. Очевидным триумфом молодежной политики в Республике стало вовсе не строительство повсеместно яшелек-хаусов, чем бы они ни являлись. А этим триумфом стала новость, известная на прошедшей неделе. Новость о том, что в Уфе были задержаны несколько студентов различных учебных заведений, которые пытались повредить, сжечь часть инфраструктуры железнодорожного транспорта. Причем делали они это не в первый раз. И практически сразу стало известно о том, что ребята эти действовали из соображений несогласия с политической позицией российских властей. Со студентами-партизанами нынче разбираются ФСБ. Они задержаны, заключены под стражу. Им, конечно же, угрожают огромные тюремные сроки по террористическим статьям. Но новость эта мгновенно вошла в федеральные каналы. И даже лично Дмитрий Анатольевич Медведев в своем телеграм-канале, упоминая об этом случае, посчитал этот случай поводом для возврата смертной казни в юридическую практику Российской Федерации. В общем, шуму наделали много. Яна Гайдук может дальше продолжать строить свои ешлег-хаусы, а молодежь Башкортостана очевидным образом идет неверным путем. Возможно, это и совпадение, что сразу же после новости о том, что в Башкирии появилось партизанское подполье, Хабиров решил окружить свое жилье вооруженной охраной. На эти нужды бюджет руками Радия Фаритовича готов потратить аж 835 тысяч рублей в месяц. Отметим, что это не единственные затраты на безопасность дорогого Радия Фаритовича, это только охрана его дома – 835 тысяч рублей. Вполне возможно, что дело вовсе не в студентах-бомбистах, а в опасениях того, что вдовы мобилизованных, коих в ближайшее время у нас станет очень много, захотят выразить свою благодарность главе республики за те обстоятельства, в которые они попали. Ну, собственно, как представителю власти и представителю этого государства, видимо, кто-то из них захочет сказать большой рахмат именно дорогому Радию Фаритовичу. Не скупится, Радий Фаритович, и на расходы по обихаживанию, по уходу за своим любимым детищем, я имею в виду скульптурно-архитектурный мемориал генерала Шеймуратова на Советской площади в Уфе. На содержание и уборку территории вокруг этого монумента в Уфе отпущено аж 36 тысяч рублей ежедневно. Внимание! 36 тысяч рублей будет тратиться каждый день на то, чтобы поддерживать порядок на Советской площади вокруг любимого памятника дорогого Радия Фаритовича. Это более 1 миллиона рублей в месяц. Я не знаю, видимо, за эти деньги вот эту мраморную плитку и самого генерала Шеймуратова будут протирать влажными салфетками с ароматом тачанки. Мы продолжаем следить за судьбой известного добровольца, наверное, самого известного добровольца в Республике Башкортостан. Это бывшего первого вице-премьера правительства, а ныне Азата-солдата Барданова. На минувшую неделю он пояснил ситуацию изданию «Коммерсант». Стало известно, что он еще не приступил к армейской службе, но уже рассчитывает на повышение и примеряет лейтенантскую форму. В частности, дословно он заявил, что военные сочли возможным присвоить ему звание лейтенанта. Еще раз отмечу, что это с учетом того, что Азат-солдат не имеет никакого военного опыта, никогда не служил в армии и даже не посещал военную кафедру в ВУЗе. Видимо, военные так были впечатлены его опытом и образованием, что сказали, что лейтенант это как минимум. В том числе, коммерсанту Азат-солдат сообщил, что контракт с Министерством обороны он все еще не подписал и подпишет его на следующей неделе. Ну, честно говоря, эту байку мы тоже слушаем уже примерно третью или четвертую неделю, так что, как говорится, поживем-увидим. Азат-солдат сообщил и тревожные новости изданию «Коммерсанта». Он сообщил, что противник проявляет к нему уже недружественный интерес и потому в социальной сети, выдвигаясь на передовую, Азат-солдат вести не будет. Это очень смешно, правда. А на что, собственно, он рассчитывал? Что противник уже зарезал кабанчика и разливает горилку в ожидании прибытия Азата-солдата на передовую? Ну, или еще что-то такое. В общем, конечно, это очень наивное заявление. Впрочем, оно так же наивно, как и высокомерно, потому что я думаю, что и Зеленскому, и прочим противникам глубоко наплевать, что Азат-солдат выдвигается на передовую, даже если это на самом деле случится. В связи с тем, что мы узнали о славном пути Азата-солдата в сторону специальной военной операции, уже на этой неделе появляется несколько предложений, которые могли бы сделать военную карьеру этого чуда-батыра еще более яркой, еще более назидательной для населения республики. Во-первых, я предлагаю присвоить ему сразу звание генерала-лейтенанта и заранее наградить его во всю грудь и можно даже во всю спину, чтобы, ну уж потом, как говорится, два раза не вставать. Во-вторых, нужно прикрепить к нему какого-нибудь шустрого военкора, а лучше двоих, чтобы освещать его славный путь, как говорится, в боевых действиях. А для того, чтобы дезориентировать коварного врага и вывести, как говорится, за скобки планы украфашистов, для этого я предлагаю послать на передовую не самого Азата-солдата, а его двойника. Это вообще точно спутает все планы противника. Ну и завершаю свое предложение тем, что проводы в ряды вооруженных сил Российской Федерации, Азата-солдаты, должны произойти прямо от монумента генерала Шеймуратова, ну не зря же строили, ну под марш, прощание славянки, это само собой понятно, на белом коне со всеми воинскими почестями, включая троекратный залп из Катюши. Вот тогда, конечно, духоподъемность всей этой странной пиар-акции будет резко выше, чем она сейчас, и народ, наверное, воспрянет и будет кричать «Ура!» и в воздух даже полетят зимние чепчики. Все мы, работающие с информацией, время от времени поддаемся соблазну срочно запустить новость, опередить партнеров и конкурентов, при этом не успев проверить обстоятельства и достоверность фактов. Ну, иногда это бывает чревато неприятными последствиями и побочными эффектами. Вот, например, 18 сентября в Сипаилово загорелся и сгорел пристрой к бару «Тесла», и уже 18 сентября некоторые издания зачем-то поспешно написали об этом, причем, например, пруфы написали о том, что предполагаемой причиной возгорания является замыкание электропроводки, то есть в пожаре виноват собственник этого заведения. Ну, правда, потом уже поспешно переписали интернет-заметку и указали, что причина выясняется, но, тем не менее, первичная информация прошла вот так. Ну, как говорится, дыма без огня не бывает, и жители дома по улице Боязита-Бигбая, где расположен вот этот злополучный бар, видимо, внимательно читают пруфыру. Читают внимательно и регулярно, и, прочитав вот эту заметку о том, что, значит, виноват во всем собственник бара, потянулись, значит, с возмущением и требованием в направлении этого собственника. У кого балкон подгорел, у кого потолок закоптился, у кого кошка от страха убежала, но, в общем, проблем было много, и все требовали компенсации. Однако, несколько дней спустя, проведя должные экспертизы, МЧС дало заключение о том, что пожар случился по причине поджога, а в дальнейшем, в ходе следствия, МВД уже по камерам наблюдения выявила и выяснила имена и фамилии двух подростков несовершеннолетних, которые, собственно, этот поджог и совершили. Ну, к чести владельцев бара Тесла, они удовлетворили претензии жильцов дома, несмотря на то, что делать этого не должны были, и вообще отвечать за все должны были, наверное, родители вот этих вот мальчишек-пироманов, с которыми сейчас разбирается полиция, и оба они из неблагополучных семей, и как бы взять с их родителей, судя по всему, нечего. Ну, вот такой вот пример неосторожного обращения с информацией и с огнем. Будьте бдительны и с тем, и с другим. Ну, а пруфом я бы все-таки рекомендовал опубликовать материал о том, что на самом деле случилось 18 сентября на улице Боязита Бигбая, и не вводить своих читателей в заблуждение. Непосредственно сразу после прямой линии общения дорогого радио Фаритовича с народом мы в эфире передачи «Аспекты» с Дмитрием Колпаковым немного пообсуждали внезапную и очень тихую передачу управления содой в руки ООО «Русский водород». Судя по отзывам зрителей, недостаточно мы разобрали эту тему, осталось много вопросов. И вот, например, лично Миша Лазаренко буквально потребовал продолжения банкета. Действительно, вопросов к этой сделке очень много. Зачем это нужно было, например, нам, жителям Республики Башкортостан, непосредственным собственникам этого предприятия теперь? Что там станет лучше, что станет хуже, что это за водород такой вопроса, да? И почему в него так верит дорогой радио Фаритович, что прямо аж глаза закатывает, когда говорит про этот самый русский водород? Чем старый директор Давыдов хуже, чем новый директор Давыдов на том же самом посту, в той же самой СОДе? В общем, я обращаюсь к руководству СОДы и лично к Эдуарду Давыдову. Давайте вместе ответим на эти вопросы жители Республики и, естественно, лично Миша Лазаренко. Я готов открыто побеседовать с Эдуардом Давыдовым и обязуюсь в этом щекотливом вопросе придерживаться исключительной беспристрастности. Нам нужна информация, нам нужна правда. В принципе, если надо, то мы и до Стерльтамака, за ней доедем. На этой неделе в нашем телеграм-канале «Открытая политика» мы обсуждали тезис Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, о том, что нового этапа мобилизации в стране не будет. Поверили Дмитрию Сергеевичу Пескову 12% опрошенных респондентов. Не поверили, соответственно, 88%. Если вам интересно, если вам есть что сказать и у вас есть мнение, вы можете подписаться на наш телеграм-канал. Кстати говоря, некоторые новости, которые мы обсуждаем по субботам, появляются на этом телеграм-канале в течение недели. Но кое-что, что мы обсуждаем по субботам, не появляется в нашем телеграм-канале. Так что советую вам подписаться и на наш YouTube, и на наш телеграм-канал. А также мы будем рады каждому вашему лайку, любому донату, любой помощи в адрес нашего канала. Помочь ему можно единственным образом, перечислив деньги на расчетный счет, который мы публикуем в каждом выпуске, и который есть в описании под каждым видео на нашем канале. Субтитры делал DimaTorzok в условии, что вы их разместите здесь, вот в комментариях под этим нынешним, сегодняшним видео. Я их обязательно увижу, и мы обязательно постараемся на них ответить.